Добрый вечер и как всегда в конце недели мы говорим о нашем городском хозяйстве. Вот закончилось лето, наступило начало сентября, дети и студенты пошли в школу, начался учебный год. Как мы и говорили, к началу этого учебного года по нашей выделенной полосе мы запустили автобусы большой вместимости. Это автобусы со 100% низким полом, которые удобны абсолютно всем категориям населения. На сегодняшний день эти автобусы работают на 190 маршруте. Напоминаю, 190 маршрут начинается с улицы Паустовского и далее в центр города к ЖД вокзалу до Итальянского бульвара. Очень это популярный маршрут, которым пользуются достаточно много жителей Суворовского района. В дальнейшем и по остальным маршрутам и не только Суворовского района мы будем идти по пути обновления подвижного состава. Будем отказываться от автобусов малой вместимости в пользу автобусов большой вместимости. Развивая тему Суворовского района, также не могу не вспомнить о решении, которое принято на последнем исполкоме по скверу энтузиастов. На этой неделе мы выезжали на место со специалистами Зелентреста, Горсвета, Департамента, Суворовской администрации, Депутатским корпусом и это также с активными жителями этого района. В результате этого совещания родилось такое решение. Сейчас мы готовим визуализацию, детальную визуализацию, что и как мы хотим сделать в этом сквере. Эта визуализация будет размещена на стендах в этом же сквере и все жители района смогут выйти, ознакомиться, посмотреть. Вместе с этими картинками будет также указан адрес электронной почты и в течение 10 дней вы можете оставлять ваши заявки и это пожелание, что бы вы хотели добавить либо изменить. Все замещания будут учтены по максимуму и я уверен, что вместе, общими силами в итоге мы сделаем хороший, большой, очень функциональный парк на сквер в Суворовском районе. А там он действительно необходим, так как очень густонаселенный район, особенно там, где находится этот сквер. На завершение сегодняшнего выпуска хотелось бы также рассказать о наших парковках. Мы говорили о том, многие знают, а кто-то уже, наверное, и воспользовался нашей первой муниципальной парковкой, которая находится на Екатеринском площади. Она уже работает больше месяца, работает очень эффективно, результаты действительно хорошие. На ней мы выработали, скажем так, алгоритмы наших дальнейших действий. Это поработали над ошибками. И вот уже на этой неделе начала свою работу вторая муниципальная парковка на улице на Княжеской. Поэтому очередной шаг к, скажем так, новой культуре парковки в Одессе хочу напомнить, хочу повторить, что в дальнейшем муниципальные парковки будут только появляться. Мы их будем добавлять и в итоге весь центр города, я думаю, мы переведем в статус муниципальных парковок. На этом на сегодня, наверное, и все. Как всегда, жду ваши вопросы, на все стараюсь отвечать достаточно оперативно. Видимся через неделю, до новых встреч!